Возьмем Венеру, как наиболее близкую и высокую, чем Земля. Люди на ней живут. Ступень эволюции выше. Во главе стоит наша иерархия, наши братья, владыки нашей ступени. Разница между ее иерархами и людьми почти столь же велика, как и на Земле, но продвинулось человечество на ней гораздо дальше. Темных нет. Зла в форме земного и борьбы со светом не существует. Но есть несовершенство проходимых ступеней эволюции и отвлеки старых, и ярая борьба между тем, что должно наступить, и тем, что есть и было, между прошлым и будущим. Более совершенное будущее, которому надлежит быть, борется с несовершенством настоящего и прошлого, но без вмешательства черного братства, которое там не существует. Это ступень одной из будущих рас на Земле и очень схожая с ней. Человечество на каждой планете развивается не одинаково и независимо от человечества всей нашей Солнечной системы, но в связи и гармонично, как единое целое. Люди на Земле проходят те же ступени эволюции, которые на Венере прошли уже раньше. Разница лишь в том, что темные не задерживают там ее течение. Центры, чакры, открыты и у многих функционируют. Ясновидение, яснослышание и чтение мысли доступны почти всем, но в разной степени. Оба мира, невидимые и видимые, открыты сознанием. Знают, что делается на Земле и помогают посильнее. Глаз совыделения нет. Различия по светотени. Раз нет. Раса одна. Народностей нет. Народ один. Государств нет. Государство, вернее человечество, представляет семью. Красота является формой выражения всей жизни. Красивы и люди, и дома, и вещи, и предметы всего обихода. Каждый дом, как бы малый музей предметов искусства. Формы высшей материи и энергии в распоряжении населения. Неизвестны нужда, голод, природные бедствия, болезни, засухи, неурожаи и т.д. Чистота и красота во всем. Нет писанных законов. Моральный кодекс каждого дает возможность обходиться без полиции, тюрем и мер наказания. Но так как совершенны не все и рецидивы возможны, то отсталые индивиды или подверженные поднимающему голову астралу живут отдельно в областях, где они собраны по созвучию и родству. А внутренние неблагополучия тотчас же отражаются и на теле, ибо материя подчинена духу уже в значительной степени, и платить за неуравновесие приходится быстро. Принуждение отсутствует вовсе. Здоровы все, не нарушающие гармонию духа. Убийств животных на мясо не производится. Кровавую пищу люди не употребляют. Одежда положительных цветов. Цвета смерти и разложения отсутствуют. Никто не носит на себе ничего, окрашенного в черный цвет. В микрокосмах людей и макрокосмах планеты эти разрушительные цвета отсутствуют совершенно. Астральное тело планеты чисто и сияет прекрасными красками. Сама атмосфера, невидимая и видимая, очищена от флюидов разложения. Умершие придаются сожжению. Очагов заразы и разложения в виде кладбищ не существует. Религия одна. Вернее, не религия, а учение жизни. Единая для всего космоса, но соответствующая ступени планетной эволюции. Прекрасны цветы, растительность и виды природы. Многие ее процессы регулируются волей человека. Машин не так много, ибо основной машиной служит аппарат человека, его организм, овладение энергией которого позволяет творить то, что называется чудесами, но подлежит высшим законам и чудом от них не является. Дождь и другие феномены природы также вызываются волей человека. Развито коллективное применение энергии человеческого организма и в очень широком масштабе. Молитва имеет скорее техническое или психомеханическое, чем клирикальное значение, и является способом применения могучих психических сил человека. Люди летают. Даличие огненной энергии дает возможность производить массу феноменов, которые на Земле считаются необычными и чудесными, но там столь же обычными, как и сама необыкновенная жизнь. Мыслью владеет в совершенстве. Нет ни телеграфа, ни телефона, ни радио, ни телевидения. Все это заменяется человеческим аппаратом, который имеет в себе все. Управление иерархическое. Очень высоко стоят наука и искусство. Очень развита химия и естественная наука. Только формы их применения совершенно иная, чем на Земле. Растительные и животные виды устанавливаются человеком и находятся под его полным контролем. Установлены связи с другими планетами, на которых сознание и ее жители это допускают. Люди не курят, не пьют, не употребляют наркотиков, не отравляются злобой и ненавистью, не воруют, не насильничают, не лгут и не подавляют волю ближнего. Свободная воля человека священная. Денег нет. Все имеется в изобилии. И жадности нет. Каждый берет столько, сколько ему нужно, не больше. Слово по сравнению с вашей Землей – рай. Но даже и этот рай далек от совершенства, конечно, тоже относительного, которое существует на еще более высоких планетах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова